Сегодня состоялось заседание Комитета по экономическому развитию бюджету и налогам Магаданской областной думы. Депутаты рассмотрели поправки в областное законодательство, призванные усовершенствовать механизм использования бюджета особоэкономической зоны. В частности, законодатели рекомендовали к рассмотрению на думе проект расширения полномочий регионального правительства по использованию высвобождающихся финансовых средств ОЭС. Теперь у областных чиновников может появиться право самостоятельно принимать решения о направлении этих денег на те или иные проекты. И сегодня очень существенно важно. Мы приняли закон, который меняет структуру распоряжения правительством средств особоэкономической зоны. Правительство раньше имело возможность только после принятия областной думой закона и новых положений, касающихся программы. Сегодня те средства, которые высвобождаются в ходе реализации мероприятий программы, правительство имеет право по собственному усмотрению на те цели направлять в оперативном порядке эти средства. А в последующем представлять депутатам областной думы отчет о целесообразности и эффективности расходования этих средств, чтобы они были включены уже в окончательный вариант программы. То есть мы даем возможность правительству более оперативно распоряжаться средствами фонда особоэкономической зоны. Цель – это ускорение решения ряда вопросов при строительстве многих крупных объектов. По словам Сергея Абрамова, сегодня фонд и бюджет ОЭС уже не просто инструмент развития. В областном бюджете предусмотрено достаточно финансовых средств на капитальное строительство и модернизацию объектов инженерной и социальной инфраструктуры Колымы. В этих условиях фонд ОЭС выступает в качестве своего рода стабилизационного фонда. В областном центре специалисты продолжают работу над программой «Пешеходный Магадан». Активно идет строительство тротуара от телевышки до парка «Маяк» и смотровой площадки. Первый этап завершили. После того, как построят водовод на улице Ногаевской, специалисты продолжат укладывать асфальт в пешеходную зону до Приморской. Кроме того, планируют установку новой спортивной площадки. Здесь же мы уже подготовили все для того, чтобы начать строить спортивную площадку. Здесь была хоккейная коробка, она уже давным-давно развалилась. Здесь заасфальтировали, вот на следующей неделе уже будут устанавливать травмобезопасное покрытие, спортивные тренажеры, баскетбольные щиты. И детям будет заняться физкультурой и спортом именно вот здесь, на этой нашей улице Ногаевской, где проживает достаточно много магаданцев. Двор, кстати говоря, мы в прошлом году сделали. Поэтому такой некий комплексный узел получается у нас. Несмотря на то, что власти муниципалитета планомерно и системно благоустраивают город, магаданцы в социальных сетях высказывают замечания, касающиеся этой темы. Так, жители областного центра пожаловались на то, что в ходе работ в некоторых местах города врубают деревья. Как отметил Юрий Гришан, строители стараются минимизировать ущерб. Действительно, когда мы занимаемся благоустройством и сетями, прежде всего инженерными, сети 50-60 лет не менялись. Если там был какой-то росточек, за 60 лет это превращается в дерево, что, конечно, представляет ценность в городе Магадане. Но иногда для того, чтобы обеспечить себя необходимыми тепловыми ресурсами, водоснабжением, канализацией, нужно идти, конечно, на какие-то жертвы. Но строители стараются минимизировать эти риски. Вырубать деревья нужно в самых крайних случаях, сказал мэр Магадана. Молодые растения даже пересаживают, чтобы их сохранить. Кроме того, проект, в котором предусмотрено строительство почти одного километра водопровода, сейчас переделывают. Специалисты планируют провести его не через газон, а дорогу, дабы сохранить деревья. Сегодня вечерний Магадан совершил рейд под трем торговым точкам, находящимся на территории города. При проверке было выявлено, что на шестом километре основной трассы продажа овощей и фруктов осуществляется на основании разрешения. У продавца оказался необходимый документ, который он нам любезно продемонстрировал. А можете показать? Покажите, пожалуйста. Да, да, конечно. Видишь? Продавец в палатке с овощами и фруктами на речной 79 на просьбу предоставить разрешение показал на бумагу, где были напечатаны данные о том, что торговец зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Однако, соответствующие документы на осуществление продажи именно в этом месте не показал. Последним местом, которое посетили журналисты вечернего Магадана, была торговая точка на 13-м километре возле магазина «Кристина». Там ситуация оказалась хуже. Необходимых документов на реализацию овощей и фруктов у продавца при себе не было. Более того, когда мы спросили, есть ли они у них в целом, то нам ответили, что он всего лишь продавец, а не начальник. Решать законно, или там производится торговля или нет, будут соответствующие органы, потому что за подобные нарушения грозит административная ответственность. Существует вообще, значит, закон о Магаданской области, 583 ОЗЕ. Есть такое административное правонарушение, предусмотренное статьей 3.18. Это нестационарное осуществление торговли или оказание услуг общественного питания вне мест определенных органами местного самоправления. То есть это считается административным правонарушением. И, значит, лицами уполномоченного составления протоколов о фактах этих нарушений являются все специалисты Комитета по работе с хозсубъектами. Мэр Магадана Юрий Гришан опроверг информацию, ранее представленную его подчиненным. Жители областного центра в социальных сетях жаловались о состоянии проезда через дворовую территорию от проспекта Карла Маркса до улицы Пролетарской. Согласно ложной информации, в плане благоустройства такого проекта нет. Кроме того, проезд не санкционированный. Града начальника проверк это заявление. По словам мэра Магадана, участок очень востребованный. Мы давно озадачены вот этим проездом. Мало того, что он необходим для того, чтобы разгрузить улицу Наровчатого и другие участки, чтобы не было пробок, он технологически нужен здесь. Он должен быть заасфальтирован на сделанной парковке, потому что люди вот в этих домах дышат пылью постоянно, требуется обеспыливание, которое проводит или не проводит предприятие ГЛУД здесь. Поэтому я хочу сказать, что проект есть. Мы готовим проектно-сметную документацию и в следующем году этот проект заасфальтирован. Как отметил мэр Магадана, сотрудникам, которые дал недостоверную информацию, проведут работу. В городе есть точки, которые требуют внимания. Их благоустройство откладывают из-за более загруженных участков. Однако это не значит, что ремонтировать такие точки не нужно, рассказал Юрий Гришан. В местах накопления мусора в частном секторе Магадана вновь обнаружены навалы крупногабаритных и бытовых отходов. В основном контейнерные площадки захламлены на улице железнодорожной и транспортной. Местные жители нарушают правила складирования крупногабаритных отходов и выбрасывают туда мебель, технику и строительный мусор. Таким образом, магаданцы переполняют контейнеры и загрязняют улицы. Жители частного сектора взволнованы этой проблемой и предлагают отлавливать нарушителей. А можно было бы сделать, камеру здесь поставить и там еще на местной базе при выезде. И снимать это все. Потому что люди, когда подъезжают, большими машинами выгружают. Бороться это элементарно. Камеру установить и просто к людям обратиться с тем, чтобы большие мусоры, ну как бы вот этот кламм большим объемом не возили. Просто пакеты, те, которые живут люди здесь, мусор и все. В общем, я хотел бы установить камеры, контроль, больше ничего не надо. Крупногабаритные отходы – это отходы производства и потребления, утратившие свои потребительские свойства. Это мебель, бытовая техника и строительный мусор. Их размеры превышают больше полутора метров. Высоту, ширину и длину. Специалисты отмечают, что есть определенные правила их складирования. КГУ необходимо складировать в специально отследенных местах. Либо на площадках, на которые это место предусмотрено. Например, в виде отдельного отсека под КГУ, либо восьмикубовой бункер. КГУ запрещается оставлять на котельных площадках у баков с рядом или за его пределами. Это способствует, как мы видим, образованию навалов в местах накопления отходов. Кроме того, запрещается засорять площадку коробками и строительным мусором. Он не относится к коммунальным отходам и в услугу вывоза мусора не входит. Складирование крупногабаритных отходов на контейнерных площадках несет за собой административный штраф. Для решения проблемы с переполненными баками на улице Железнодорожной региональный оператор «Магаданский» установит пять металлических контейнеров. Но платежная дисциплина в частном секторе за услугу вывоза отходов остается низкой. Церемония награждения лучших выпускников Магадана прошла в муниципальном центре культуры. Золотые медали и памятные подарки 35 ребятам вручил лично глава города. Также городоначальник сказал выпускникам напутственное слово. Учиться можно везде, получить профессию можно и нужно везде, потому что мало помогоданий в силу специфики учебных заведений, которые могут удовлетворить ваши профессиональные потребности. Но профессия ваша, которую вы получите, любую, она будет востребована в Магадане. Поэтому я говорю то, что говорю всем нашим выпускникам. Учитесь где хотите, но приезжайте работать к нам в Магадан, в развивающийся город.